Чтобы дети росли здоровыми и не страдали заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в школе они должны питаться два раза в день, настаивают врачи. Но в Казани, к примеру, школьные столовые посещают лишь 92% ребят. Из многодетных семей бесплатно питается только каждый третий школьник в набережных Челнах. Такое право имеют только те школеры, у кого в семье более пяти детей. Многие школы не могут это обеспечивать ввиду того отсутствия у них внебюджетных средств. Родители школьников татарстанским парламентариям жаловались на то, что еду в столовую готовят невкусную. В ходе проверки выяснилось, что повара зачастую пользуются устаревшими технологическими картами. С персоналом вообще проблема зарплата в среднем 10 тысяч рублей. Оттого и кадровый голод. По нашим прогнозам в будущем учебном году количество школьников увеличится на 4300 человек, а через два года почти на 17 тысяч. При необходимых 900 работников пищеблоков в настоящее время трудится лишь 700 человек. 60% из которых это люди пенсионного возраста. Еда оттого невкусная и неразнообразная, что родительская плата маленькая. Чтобы обогатить рацион, в некоторых районах Татарстана плату повышают. Других наоборот пытаются понизить, активнее начинают работать с поставщиками. Что касается Нижнекамска, мы сейчас активно их тоже изучаем. У них стоимость двухразового питания 35 рублей. Ребята, извините, на 35 рублей два раза накормить ребенка, как бы это дешево не было, это просто нереально. У них нет неразнообразия. Они круглый год едят один минтай, но как бы понятно, почему родители там возмущаются. На безопасность питания Роспотребнадзор с начала года проверил 655 татарстанских школ. Выяснилось, что в 11 районах в столовых не хватает оборудования, а в 38 оно и вовсе не работает. В Казани из этой проблемы выходят централизованные поставки ланчбоксов. Но именно на них у родителей больше всего претензий. Еду детям подают холодной. Во всех муниципальных районах мы отмечаем снижение в фактическом меню мяса, свежих овощей, фруктов, рыбы и соков. Питание не всегда сбалансировано. Преобладают углеводы. Чаще, чем овощи, используются каши и макаронные изделия. Мало выдаются свежие сезонные овощи. Но на детях нельзя экономить, считает парламентарий. Они предлагают разработать республиканскую программу по школьному питанию. А в расходы на капитальный ремонт школы сразу закладывают сумму и на модернизацию столовой. В Казани в 80% школ маленькие столовые. Детский амбудсмен, посетив болгарскую школу-интернат, заметила, что вниманию нужно уделять и качеству питьевой воды. Огромная большая бутыль, зеленой плесенью изнутри, мутной водой на донышке. Татарстанские парламентарии заверили, что и впредь будут посещать школьные столовые и проверять в них качество питания. А у Министерства образования республики они рекомендовали активнее к этой работе привлекать школьные родительские комитеты. Елена Горбунчикова, Игорь Романов, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24.